Поэта. – Спасибо, Артём. Сейчас снова представляется поэтом-музыканту Александру Царовску, который живёт сейчас здесь в России, а сам он из Нью-Йорка. Александр. – Здравствуйте, товарищ. Сейчас Артём, оказывается, сделает круг по ошелям, придёт, наверное, к себе за столик, но я… он-то в курсе металла, А я вам скажу, что много знакомы с ним. Я вот сейчас попытался подсчитать. Получилось 28 лет. Познакомились мы с ним на первом фестивале Ленинградского рок-клуба. Я тогда жил на новом городе Ленинграде. Он был членом жюри. Жюрил нас, музыкантов. А я был юным музыкантом. И впервые тогда выступил на этом фестивале с только что созданной группой «Пилигрим». Было это в 83-м году. Получается, ровно 28 лет назад. С темпом, в моем контакте, и хотя я не всегда согласен с его мнениями как музыкального критика, но это нормальное профессиональное свойство нашей жизни музыкальной, поэтому все наши расхождения не имеют никакого значения, когда вот такой на него наезд происходит. Для меня, как для жителей Америки, это, конечно, просто дичь и безумие. А как для человека, который родился и юность провел свою в Россию, в Советском Союзе, тогда еще мне больно, в моей души, так сказать, в моем сердце за то, что происходит на моей родине. Поэтому я надеюсь, что мы поможем Артему, чтобы он все преодолел и с честью вышел из этого испытания. Правда же? А сейчас я хочу поговорить, особенно без состава, один. Во-первых, я хочу прочесть короткий стишок, который как раз посвящен вот тем 80-м, тем дорогим, уже теперь почти легендарным годам, называется «Паллада». Есть песня, которую, конечно, я сейчас просто прочту. И там два коротких эпиграфа. Первый — это «Была безумная пора», «Пушкин». Второй эпиграф «Что пройдет, не воротится, прошлое забудь» — «Теорийская народная песня». Стих такой. «Была безумная пора», «Белела ночь» и шла игра на жизнь и на свободу. Кто ставил меньше, кто крупней, кто отвращался в мир теней, а кто храбил колоду. Я над успехом не горбел, кляня удел, а просто пел и забывал о виске. Всему свой срок и свой очеред, и время бьет упор и в лед, а после скалывает лед сырен на обелиску. А вот певал, а вот любилостей года, как не бывало никогда, ни до того, ни позже. Из первых и последних сил, друг вольный бой был гимназин, натягивая в ощупь, да и певал из без затей, сам и сам друг, и сам третей, незримый, но бесспорный. Благословлял, густой скакал, где стоял, как и стукан, и капал он в горной. Но в выполнту свидание не путь, а проиграл за путь и путь. С веселым нищем, лишноют раны по весне о прошлом, Что прошло, но не напрасно все, всегда на пример, как нож за голенищем. Спасибо. Хочется, спасибо. Сейчас я хочу, чтобы мне безусловно, что не осталось сегодня у нас с вами, а супровизировать агапелла, что называется, да, без инструментального сопровождения, на тему одной старинной хасидской песни, на древнееврейском языке. Вот я этим тоже занимаюсь, не только по русски, по английски говорю, но и на этом старинном языке тоже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok